Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают По новым законам государство вымогает малоимущим семьям. Если хотите, я вам подскажу, как и к кому обращаться по этому вопросу. Нет, у меня не получается. Я приняла решение. Она отныне на попечении государству. Может, вы еще подумаете. Смотрите, как ваша дочь плачет. Госпожа, а как ты оставляешь свою дочь? Ее другие смогут удочерить? Нет уж. Не до такой степени. Я не хочу, чтобы она другую называла матерью. Я теперь и тебя не буду называть матерью. Тебе уже 17. Можно сказать, ты уже на свободе. А я должна думать о малютке. И он тоже должен расти без отца. То есть, ты пожертвовала мною? Пожертвовала ради сына? Ради своего мужа? Мам, он еще с первого дня вел себя странно. Я говорю тебе правду. Поверь мне, мама. Пожалуйста, поверь мне, мам. Не оставляй меня здесь. Пусть он уедет от нас. Как же я бощеру буду воспитывать? Как я смогу прокормить вас сразу троих? Не смогу, дочка. Хорошо. Тогда уходи. Мало того, что я росла без отца, так теперь и ты оставь меня. Уходи. Я больше не хочу тебя видеть. Убирайся вон. Мама. 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 Мамочка, прошу, не оставляй меня здесь, я буду работать, и мы справимся с этим, и я даже школу брошу, и буду присматривать за сестрой. Мама, пожалуйста. Доченька, я заберу тебя, обязательно заберу, тебе придется побыть здесь немножко. Мам, мамочка, прошу, не оставляй.